Южный остров, место непопулярное, достаточно сельское, с очень маленьким населением. Вот, и поэтому здесь, в общем, такого не ждали. И, во всякий случай, заблокировали всех детей в школах, все общественные здания, библиотеки, магазины, супермаркеты, перекратили автобусы. Тем, кто работал в офисе в центре города, фактически в километре от этой самой мечети, у нас перекрыли все дороги и настоятельно советовали не выходить на улицу. Надо заметить, что в Новой Зеландии проблема. С оружием не так просто купить, как в Америке, то есть это даже, может быть, труднее, чем в России. В Новой Зеландии страна не тронутая терроризмом. Здесь, например, до сих пор на местные линии авиационные можно сесть без документов, без проверки, без рамок, вот просто так, как автобус. И, собственно, терактов в Новой Зеландии никогда не было. Люди здесь жили очень мирно, и теперь вот этот мир как-то кончился. Была какая-то паника, но вообще люди как-то довольно спокойно к этому отнеслись. Ну, скорее всего, потому что все были в шоке, никто не мог поверить, что, собственно, происходит. Но полиция довольно организованно выглядела. То есть они... Вообще полиция в Новой Зеландии, в принципе, без оружия. То есть пару недель назад был сюжет, когда полиция прибыла на какой-то вызов, у них не было оружия, и они не знали, что делать. То есть оружие, как правило, не требуется. А сейчас на фотографиях я смотрю, все с винтовками, то есть они довольно быстро организовались, взяли оружие и вышли на улицы, и как-то, видимо, людей успокаивали тем самым тоже. Все государственные учреждения, то бишь школы, университеты, все офисы, даже непосредственно не только в центре города, а вообще везде по всему городу, все сейчас в режиме чрезвычайной ситуации, никого не выпускать, никого не впускать. В общем, сидим, ждем, слушаем новости, смотрим, что дальше. Вот, очень было страшно, очень вообще непонятно, что происходит. Опять же, если на карту смотреть, основные выстрелы были в двух главных мечетях, то есть это на западе и на востоке, прям практически полярные они. В парке одна и другая в такой, в резидентской, в общем, местности, которая, кстати, недалеко от нашего дома находится, поэтому мы тоже немножко боялись, то есть как тут вообще, как домой возвращаться, собственно. Очень действительно странно, что именно Краснёвач стал почему-то вот мишенью террористов, потому что, несмотря на то, что он второй по населению город после Окленда, то есть даже не столица, совершенно ничего не предвещало беды. Город достаточно маленький по размерам, то есть 450 человек, 450 тысяч человек здесь живет, представлены все возможные религии, национальности, то есть куча разных языков, и все живут, на самом деле, достаточно гармонично и мирно. Я ни разу за сколько, я тут 4 года почти, ни разу не слышала никаких столкновений, то есть об этом даже речи нет. Это, наоборот, идет настолько, как бы, в разрез, как бы, морали новозеландской, потому что это и есть страна, которая принимает всех, кого не принимает в других местах, например, да, наоборот, вот толерантность — это наше все, представлены любые религии, любые там цвета кожи и прочее, прочее, наоборот, то есть это такое мирное, настолько гармоничное место, что помимо того, что именно эту страну почему-то выбрали вот эти, да, террористы, но непосредственно еще город Крайсчоч. Продолжение следует...